ПЕСНЯ Откуда это взято? Эта награда не исчислима, не обозначает такую-то и такую-то награду получше. Откуда это взято? Это взято из Павлицы Пророка Савелила Алмава, в котором сказано, что каждое деяние, которое совершает сын Адама, получит он награду за него, как за 10 и до 700, за исключением поста. То есть, деяние, которое мы совершаем, убыли из благих дел, минимум награды, которые ты получаешь, это 10 благих дел тебе записали. Одну молитву совершил ты обязательно, награду за нее получишь как за 10. 5 молитв в течении дня совершил, награду за них получишь как за 50 рублей. Это пришло также в хадисе. И так любое деяние. Одно дело ты совершил, пока угодно, награда минимум как за 10. Это милость Аллаха Субхана. И этим ученые говорят, что мудрость в чем? Почему Аллах такую милость нам оказал? И это по справедливости Всевышний. Если мы посмотрим в первые поколения людей, они сколько жили? Мы жили тысячелетиями. Одно поколение жило тысячелетиями. Но халей ассалам свой народ 950 лет только призывал. 950 лет. Да, если мы посмотрим за 950 лет, к примеру, сколько благих дел человек может совершить? Также 950 лет. А мы живем в среднем возрасте, помню пророка, салям, алейхи ассалам, сколько? 60 до 70, сказал халей ассалам. И мало кто проживет дольше. Но по своей милости Аллах Субхана Аталия сделал так, что одно деяние, которое мы совершаем, минимум получаем как за 10. И таким образом мы превосходим в награде тех людей, которые прожили тысячелетиями, а мы прожили короткую жизнь. И это милость Аллаха Субхана Аллах Субхана Аталия, его любимого пророка Олега Садатова Садатова. И здесь в хадисе сказано, что награда нам не счастлива. Прок Садалава Бабаятия. Терпеливо жить не счастливой награды. И если мы посмотрим на хадис, в котором сказано, что минимум 10 до 700, то есть награда может увеличиться. До 700 благих дел тебе может записать. За одно благодение. И это определяется либо искренностью человека, либо необходимостью, либо той пользой, которая принесла деяние, которое совершил человек. Если человек, например, расходует из своего имущества в то время, когда у мусульман нету ружды, ему одна награда. Но если он расходует из своего имущества, когда мусульмане нуждаются в его помощи, нуждаются в его денег, то здесь награда будет увеличена. Когда человек, на зависимости от его искренности, совершает. Два человека могут рядом молиться, в зависимости от состояния их сердца, от того трепета, который они испытывают перед Иваном в душу, потому что называется страх. Их молитва может быть между ними разница, как расстояние равное расстоянию между небесами и землей. Настолько они могут быть разные. Причина в чем? Причина в состоянии души. Причина в состоянии сердца человека, с которым он совершает это благодетение. И любое дело, которое ты совершаешь, награду за него ты получишь минимум как за 10 и до 700. Это пришло в Хадесе. За исключением поста сказал поста. Пост к этому не относится. У поста отдельная награда. Какая это награда? Один Аллах, он не знает. Прокс скрыт от взора людей. Это возвращается к намерению твоему. Об этом знает только Аллах Субхану Атану. Постишься ты или нет. Ты можешь всех обмануть. Сделать вид, что ты постишься, но Аллах Субхану Атану ты не обманешь. Поэтому это вид поклонений, которое скрыто от людей. Человек может присутствовать среди людей, как будто он держит пост, но как только он останется на едине, он может и в воду попить и покушать, потом обратно выйдет. И никто об этом не узнает, что он попил и покушал. Из людей имеется в вид. А если только по каким-то признакам это не определить. А так это невозможно узнать. То есть это вид поклонения, который скрыт. Но Аллах Субхану Атану это знает. Поэтому награда за этот скрытый вид поклонения. И еще ученые говорят по стене эту, по глазушке. Если ты придешь в месяц Рамадан к мусульманам и скажешь, я пощусь, если ты хочешь себя отмечить и выделить, то никого ты этим не веришь, потому что все они постятся. То есть в этом показухе нету еще людей, говорят, в посте. То есть ты хочешь не хочешь, ты постишься и ты здесь себя никак не похвалишь. Это твоя обязанность перед Всевышним держать пост. То есть ты никого этим не превзошел, что ты постишься в этот месяц. Все мусульмане постятся. Исходя из этого, потому что нет показухи это деяние. Скрыт от взор людей. Ученые говорят мудрость того, что Аллах оставил награду за пост неисчислимый, то есть не обозначенный заключается в этом. Вопрос Аллаху алейкум салям, чем обрадовал постящихся людей? Что они встретятся со своим Господом. Вторая радость при встрече со своим Господом. Это радость. Радостная весть, которую Прабух салям возвещает каждому человеку, который держит пост, что он встретится с Аллахом. И что это будет за встреча? Простая встреча? Нет, это не будет простая встреча. Это будет встреча, в которой он испытает радость, когда Прабух салям. За что он? На что он будет радоваться? Чему он будет радоваться? Когда он испытает эту радость? По причине чего? По причине той награды, которую он любит, которую обещал ему все Вещания Матвы. Ту награду, которую он приготовил, которую он не знал, которая не приходила ему на ум, которую он даже не мог поразмыслить, представить себе. Почему? Потому что глаз этого не видит, ухо этого не слышит, это на ум даже человеку не приходит. И это та награда, которую Лад Суханна отдали.